Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прео, и сегодня мы поговорим о спутниках, а именно о способах получения, и поговорим о возможном количестве. Окей, на текущий момент количество это равняется 4, текущий максимальный уровень известности равен 6, текущая максимальная глава – третья. Для дальнейшего развития нужен уже просто-напросто больший уровень известности. Все ограничивается в плане получения спутников именно им. Первый спутник, которого мы вообще получаем, рассмотрим на примере винтиров, это Наджия. Наджия дается нам также еще в виде медиума. В тот момент, когда мы строим оплот наш, в тот момент, когда мы попадаем в винтирский ковенант, мы получаем ее, и в тот момент, когда строим командирский стол, самый важный, скажем так, слот в нашем ковенанте, мы начинаем взаимодействовать с Наджией. Второй мопчик, которого мы можем получить, это Калитар. И второй мопчик, он отличается, само собой, как и другие остальные для каждого ковенанта, но тут именно стоит заострить внимание. Калитар дается при прохождении Таргаста. Мы помогаем мопчикам, и они дают нам сферу аниме, мы ее юзаем, получаем таланты аниме. Но есть мопцы, которые становятся нашими спутниками. Калитар одна из них. У других ковенантов получается Итекиос у Кири, Рукогладка у Некролордов, и Ира Лия у Ночного Народца. Калитар у Винтиров. Находим одного из этих мопчиков, взаимодействуем, выполняем квест, и далее нам будет дан легендарный квест. Выполняем его, там самый обычный разговор. Все, плюс один соратник, плюс один спутник. Третий моп — Рихель. Рихель дается при четвертом уровне известности. Спутник, Рахель. Далее, четвертый спутник — это Театар. Театар является медиумом у Винтиров и дается при прохождении ковенантской кампании. В любом ковенанте имеется три медиума. Окей, у Винтиров первый — Наджи, второй — Театар, а третьим просто-напросто медиумом является генерал Дрейвен. Он тоже будет, скорее всего, нашим спутником и будет помогать нам на интересных заданиях в Шадоу Лэнсе. Также в момент роста известности мы будем получать новых интересных спутников. Если пролистать, то можно что-нибудь и найти интересное. Например, на 12 уровне спутник Камнелоп. Листаем дальше, я думаю, мы еще что-нибудь найдем. 17 уровень — спутник Симона. Уровень 27. Спутник Сибила, потерянная. Уровень 33. Спутник Вулка. И, по-моему, на 38-м дается спутник Богдан. До этих соратников еще очень и очень долго. Мы получаем всего лишь три уровня известности в неделю. И чтобы достичь максимального, нужно потратить 2-3 месяца. Это долго, но оно того стоит. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!